Всем привет! Меня зовут Кристиан и сегодня в этом видео я решил уделить внимание такой интересной и волнующей многих теме, как почему я не понимаю на слух. У меня на канале есть одно видео, здесь сейчас появится ссылочка, где я говорю о практической части. В этом видео я расскажу скорее о причинах, почему у студентов не получается достичь желаемого результата и что с этим делать. Так в чем же кроется секрет? Почему все вокруг слышат, понимают, адекватно реагируют на речь, а я нет, наверное у них есть какой-то особый талант. А вот и нет, вернее да, но не совсем, потому что это скорее нет, чем да, но если посмотреть с другой стороны, то скорее да, чем нет. Короче, не так все легко и просто, потому что навык развития слуха это один из самых сложных из всех четырех навыков при изучении английского языка. Да, помним, чтение, говорение, письмо и аудирование. Несомненно, есть люди, у которых способность воспринимать на слух развита намного больше, соответственно им легче ретранслировать у себя в голове то, что они слышат. Также это тесно связано с особенностями мозговой функции, где скорость обработки информации намного быстрее. И давайте не забывать, что существуют такие люди, которые и по жизни такие туго думы и они думают так долго, что пока они из себя что-то выдавят, на земле еще раз вымрут динозавры и все снова разродятся. Так что если вас волнует эта тема, а она не может не волновать, тогда садитесь поудобнее, слушайте и запоминайте. Будет интересно, информативно и конечно же меня сейчас понесет. Так, ну поехали. Первое и самое основное, что является причиной того, что вы не понимаете на слух, это то, что вы не знаете слов, выражений и идиом. К сожалению и я не знаю, почему многие люди думают, что выучив одно или максимум два слова, можно расслабить булки и думать, что они покорили олимп английского языка. Зато при этом мы все хотим свободно говорить на английском и особенно понимать. Да, а как вы будете понимать, если вы не будете учить слова? Или вы думаете, они заползут к вам в голову во сне? Или это как-то само собой запомнится? У одного только глагола get есть около 50 значений, три основные из которых это получать, добираться, становиться. Такую же роль играют идиомы и фразеологизмы, и про рыбку съесть, и про много чего другое. Хватит жить мифами, что иностранцы используют 300 слов, 4 времени, 2 прихлопа, 3 притопа. Это все ерунда. Учите хотя бы по два-три синонима каждому слову. Вот здесь вот посмотрите еще одно видео и все. И давайте, наверное, выходите из зоны своего комфорта, потому что вы так будете до семидесяти лет ходить по английским школам и рассказывать, что вы все до present perfect никак не дойдете. Соответственно, отсюда вытекает следующая причина, вы не знаете грамматику. Меня настолько забавляют люди, которые приходят в английскую школу и говорят, что они хотят научиться говорить и при этом не учить грамматику. Это как? Вы хотите научиться ходить без позвоночника или делать шашлык без шампура или, я не знаю, или делать колесо без рук? Сколько вы можете еще верить этим сказкам, что вас сейчас кто-то погрузит в атмосферу разговорного английского языка, и вы через месяц будете качественно болтать? Я не знаю, как вы будете говорить, но это скорее будет похоже на неуклюжий набор слов, мычание и просто массу ошибок. Вас устраивает так говорить? Но проблема. Но для того, чтобы научиться говорить исключительно в языковой среде, вам нужно в нее сначала попасть. Вернее, уехать туда, где говорят только носители языка. Лет так в 6-7. Однозначно никакого русского. Собеседник постоянно поправляет на каждом шагу. Неважно, репетитор, школа это или курсы. Не понимая принципа построения предложения, научиться говорить на нем качественно, свободно, а главное осознанно, у вас вряд ли получится. Самый основной и ключевой пробел заключается в том, что вы не выполняете упражнения по аудированию. И не просто, кто сказал эту фразу, Сэм или автоответчик, или где находится Дашенька-пердашенька в кино, аэропорту или в театре. Упражнение на развитие аудирования должно быть создано и подготовлено опытным преподавателем таким образом, чтобы на уроке вы могли охватить как можно больше функциональных заданий. Например, вставить слово на слух или по окончанию записи сказать, сколько тех или иных артиклей прозвучало в данном сегменте, или максимально детально пересказать смысл услышанного и многое-многое другое. К сожалению, в школах на уроках за основу берут коммуникативные учебники журнального типа, где разделу Listening отводится крайне мало внимания, а диалоги там похожи на кубиковый лабиринт для слабо развитых детей. Ну уже хорошо, спасибо, хоть что-то есть. Только прослушать этого еще недостаточно. Наверное, 99,9% из вас сталкивались с такой ситуацией, когда вы вроде бы послушали и поняли, а кому-то передать, пересказать, что вы поняли, вы не можете, потому что вы как бы не особо поняли. Скорее всего, вы не пересказываете услышанную информацию, вернее, вам никто не дает таких заданий. И, возможно, ваш преподаватель считает, что с учетом сегодняшних супер-пупер методик, которые на самом деле не работают и которых не существует, пересказ услышанного это одно из самых крутых упражнений, которые вы можете только сделать, потому что если вы пересказали, значит вы услышали. А раз вы услышали, значит вы поняли. Что вообще переведите? Ну и напоследок, вы не выполняете упражнения по переводу на слух. Вы просто себе не представляете, насколько это крутое и эффективное упражнение. И несмотря на то, что оно развивает больше навык говорения, и сейчас начнут многие преподаватели цокать и говорить, фу, как ты так можешь. Ребята, не слушайте никого. Именно после выполнения таких упражнений человек учится формулировать свои мысли на английском языке и знает, как это сказать. И пусть не пиздят эти выскочки преподаватели из своих новомодных курсиков, где они говорят, мы учим себя не переводить. Потому что именно после таких умных преподавателей мне приходилось переучивать громадное количество испорченных людей. И помните, если там, где вы учитесь, вы не выполняете хотя бы два или три пункта из тех, что я вам сегодня перечислил, значит у вас отстойная школа. Значит вашему преподавателю плевать на ваши личные успехи и достижения, а соответственно ваш слуховой навык будет таким, какой он есть. Ну вот мы сегодня и разобрались. Спасибо, что вы были со мной до конца. Кошку я показывать вам не буду, она занята, она спит. Ссылку на мой инстаграм вы найдете под моим видео. И конечно же не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на канал, написать снизу мне комментарии и сказать мне какой я умный и клевый. А у меня на этом все, до скорого, пока!